Меньше месяца остается до самой долгожданной благотворительной акции этого лета старта велопробега «Сердце километра». В поддержку этого проекта выступил и наш утренний гость, депутат Красноярского городского совета депутатов Константин Сенченко. Доброе утро. Доброе утро. Несколько недель остается до старта, ты хотел сказать, велопробега 13 июня, собственно, состоится этот старт. Примерно 25 воспитанников детских домов поедут в путешествие из города Красноярска. Мы знаем, что вы лично одному из ребят подарили велосипед. Вы успели познакомиться с этим ребенком? Да, молодого человека зовут Иван. Прекрасный молодой человек. У него как раз в тот день, когда я дарил велосипед, ему исполнилось 18 лет. Это был одновременно подарок на день рождения и возможность участвовать в проекте на своем велосипеде. Какие-то качества можете отметить? Это молодой человек, наверное, целью стремления. Очень светлый человек, очень добрый человек. И вот эти коммуникации, эти общения, они на самом деле взаимовыгодны. Потому что, когда ты живешь в своем мире, когда ты живешь в этих заботах, это бюрократия бесконечная, в документах. Это одна жизнь, когда ты общаешься с такими людьми, которые, на самом деле, очень много в жизни уже увидели, несмотря на свой молодой возраст. Это очень много дает. У этих людей есть чем и поучиться. А какими-то характеристиками, не знаю, предпочтениями пользовались при выборе этого подарка, будем так называть? Нет, я попросил специалистов, потому что не очень хорошо разбираясь велосипедом. Да, мы поехали в магазин и подобрали тот велосипед, который точно доедет до финиша вашего доброго велопробега. А у вас есть велосипед? Да, у меня есть велосипед. Как часто вы пользуетесь? Ну, объективно говоря, только выходные, стараюсь кататься, да, вот когда-то более такая погода потрясающая. Сегодня обещают вообще до 30 градусов. Да, грех как бы не кататься. К сожалению, в будние дни я бы рад на работу кататься на велосипеде, но, к сожалению, такой плотный график, что я просто физически бы не успел, потому что нужно быть то в одном месте города, то в другом, на левом берегу, то направо. Скажите, мне кажется, у каждого человека это такой особенный момент, когда он учился кататься на велосипеде. Вы помните, как у вас проходил этот процесс? Да, я помню, это было, конечно, очень давно, мне тогда было, может быть, 7 лет или 8. Я точно помню, что я очень сильно упал, разбил, разбил там, я не помню, подбородок, да, я помню, такой был яркий момент. То есть сами учились? Это не родители помогали? Ну, во дворе, во дворе там с ребятишками, да, там все помогают, да. Кто-то посадил, отправил, через 3 метра упал. Просто согласитесь, это какие необычные ощущения испытываешь, когда ты первый... Это всегда, когда чему-то учишься, необычные ощущения. Я с тобой согласен, но когда ты вдруг начинаешь ехать на двухколесной вот этой штуке, да, и первые вот эти вот, меня, я помню, удивляло очень сильно. Вы сами немножко обмолвились по поводу двухколесного транспорта и работы. Вот мы знаем, что сегодня в 45 городах России проходит акция на работу на велосипеде. Всем желающим предлагается, собственно, отправиться к месту работы на двухколесном транспорте. Как вы считаете, насколько это актуально, может быть, для нашей транспортной ситуации в городе? Я считаю, это очень хорошее начинание, да, и нужно двигаться в этом направлении. Я точно знаю, что мои коллеги-депутаты уже приезжают на работу на велосипеде. Но, наверное, те, которые вот утром приехали, а вечером уехали. Потому что, вот как вы говорите, с вашим плотным графиком, когда нужно с места на место мобильно передвигаться, наверное, это тяжеловато будет. У нас есть такие спортивные депутаты, которые, наверное, больше могут себе позволить времени заниматься спортом, да, поэтому они вот уже сегодня активно приезжают на работу на велосипеде. То есть, я писали, в костюме. У нас есть очень спортивные депутаты. Если вы посмотрите в фейсбук, прям там видно, там, как люди постоянно бегают, занимаются спортом. У нас есть, как бы, чему поучиться, да, у нас много таких активных людей. Вот они-то и могут подключиться к акции, которая началась совсем недавно. Да вы знаете, я, когда на острове Татышев катаешься, там, в принципе, есть же даже эти машинки четырехместные. Может быть, стоит заменить те автомобили служебные, которые есть на двухместные велосипеды? Просто водитель, который помнит. Ну, давайте сейчас к проекту нашему вернемся. Как вам сама идея этого проекта? Как вы считаете... Ну, я считаю, очень добрый проект, очень добрый. И еще раз хочу сказать, что он, на самом деле, полезен для всех. Ну, вы привлечете внимание общество к проблемам детей-сирот? Вот таким образом. Невозможно ничего сделать за один раз, ну, это совершенно очевидно, да. Но привлекая внимание к этим проблемам, вот раз за разом, все-таки меняется отношение общества к сиротам. И поэтому, самое главное, делать то, что нужно делать. И вы это делаете. Поэтому вам за это большое спасибо. Пожалуйста, что-нибудь участникам велопродивника. Ну, я, во-первых, всем хочу пожелать, чтобы они доехали успешно до финиша. Желаю им здоровья, чтобы у них все было хорошо. Они нашли свое место в жизни. Мне кажется, пускай они доедут до финиша, до той цели, которая преследует этот велопроект. Абсолютно верно. Еще хочется добавить, что проект «Сердце километра» проходит при поддержке компании «Красцветмет». Ну, а в гостях у нас был Константин Сенченко, депутат Красноярского городского совета депутатов. Он поддержал акцию «Сердце километра». Огромное спасибо вам за утренний визит. Приходите к нам еще. Продолжение следует... Продолжение следует...